Здравствуйте, Александр Иванович! Вы чего, Александр Иванович? Хорошо. Заходим, заходим, братья и сестры, заходим в трапезную. Продолжим-ка полную трапезу. Заходим. Заходим. Заходи, мёд здесь стоял, в банках. Поставить, да? Конечно. Открыть. Сейчас придёт. Да, бачка? По-большой. Закрыло, как-то, Александр Михайлович? Не закрыли. Не закрыли. Не закрыли. Закрыло, как-то, Александр Михайлович? Закрыло, как-то, Александр Михайлович. Закрыло, как-то, Александр Михайлович? Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Божий Господь. Владыка Господи Божий наш. Господи Божий. Господи Божий. Божий Господи Божий. Г��да Божий. Дови Божий. И же вдовы по силе приношения благоугодно прием. Прими и ныне принеси на отробы твое, Александры, и в вечных твоих сокровищах возложити совсем в подобие. даруя и мирских Твоих благ обильное восприятие со всеми полезными ей. Яко богословися Твоими, Просовися Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Богословися, освящается приношение Семьего имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все, я сейчас еду пресвящать Рыбу Божию Валентину с Рубцовской приехала, там болящая была из Рубцовской общины, осталась она одна. КОНЕЦ Так, ко мне какие вопросы? Ну, быстрее. Когда приедете? Приеду, значит, я на прессольный праздник. Прессольный праздник, наверное, будет в среду, на следующей неделе. Не на этой, а на следующей неделе, в среду будет прессольный праздник. Значит, во вторник вечером будет у нас молитва. Время пока обычно. После престольного праздника переходим или на 4 часа вечером. Последний раз будет на престольный праздник соберемся во вторник в 5 часов. Это на той неделе в 5. Да, на той неделе в 5. В то воскресенье я буду в Потеряевке, а на престольный праздник буду здесь. Теперь. Вчера у нас был престольный праздник в Потеряевке. Двух с гостей были, с Барнаула были у нас. С нашей общины приехала Антонина. Ой, как ее фамилия-то? Сироткина. Сироткина. Антонина. Приехала, ее привез зять. Одна была представитель от крестоводиченской общины. Были в гости, был отец Филарет Сознаменского собора, Покровский отец Дмитрий и протодиакон Владимир, архиерейский протодиакон. А владыки не было. Владыка улетел утром рано, говорит, в Белоруссии. Так случилось, что там праздница какое, и он там приглашен, они там собираются. Там память Афанасия Брестского, святого, их местного. Так что не было владыки. Ну, от владыки они передали нам пожелания. Владыкина. Две пачки нам души привезли. Поэтому всем, у кого не было души, всем мы раздавали. По две, по три, кто сколько хотел. Душные стали. Это, я говорю, было, когда-то Игнатий Тихонович начитывал кассеты. Это было еще в 70-е годы. Там называлась кассета, допустим, о смерти. Ну, и там он выбрал из святых отцов, все, что говорится о смерти. Ну, и письмо приходит к нему, просят козы. Игнатий Тихонович, очень просим, вышли нам две смерти. Две смерти, то есть две кассеты, которые о смерти. Кассеты были такие, знаете, катушечные, такие вот, большие, вот такие, круглые. И вот мы там смеялись. Вот, видишь, люди даже говорят, не то, что о смерти даже просят. Две, другое, три. Приходит нам, говорят, десять смертей вышли. Вот так, и мы раздавали вчера, я это вспомнил. Ну, ты тоже сказал там, кому надо, говорят, душу, у кого нет души. Смотрите, вообще, вот календарь этот, журнал душа, наверное. Ну, все, помолились, послужили вместе мы все. Потом трапеза была, и после трапезы мы сразу поехали. Потому что им надо было вечер на службу, и мы приехали сюда уже полтретьего было время. Вот так вот. Игнатий Тихонович сам им подарки дал. Вот, архиерею передал подарок. Смотрите ролик, увидите там, какой подарок. Там сказал слово к подарку, а потом подарки раздал. Таких подарков, говорит, никто не дарил. Библия у всех есть. Смотрите. Ну, у всех же есть смотри, кто нам так-то расскажет. Ну, спросим потом, когда повидишь, все посмотрят, тогда скажут. Ну, так вот, все хорошо прошло. Так, что, все, тогда никаких ко мне нет вопросов. Школа функционирует? Да, все нормально. В обычном режиме, как есть. Да, только там учителя, видишь, меньше часов получилось, а меньше будет им заплата поменьше. Ну, это неважно. А Виктор приехал? Видите, нет. Виктор должен 26-го приехать. Через неделю. Да, через неделю. Через неделю. За него молиться. 26-го. Говорит, приедем. Приедем. Приедем, да. Убрал, Игорь, только 50 гектар, только скосило. Если еще 150, стоило. Да, у всех больше, у которых тысячи гектаров там стоят. Какой-то дождь идет и идет, и идет, и идет. Вроде два дня, вроде нет, я выехал, а оно еще не высохло. Потому что неделю мочило, зерно просто размокло. А размокло, оно теперь уже по первому сорту оно не пойдет. Уже клейковины будет меньше. То есть оно пойдет теперь уже. Вот так вот. Завтра опять дождей вообще. А? Завтра опять дождей. А вот и все, опять дожди. Я не успел по пять дожди, и все. Так вот, ну, год дожди, и ничего не останется. А по статистике уже Карлин как-то говорил вебернатором, сколько у нас, значит, соберется хлеба в Алтайском крае. Уже посчитали, сколько миллионов тонн будет, сколько там на экспорт будет продано, сколько за крома Родины засыпано все. А оно... А за крома-то пустоватые. Пустоватые. А сочи ли все, сегодня сочи собираются на площади против Карлина. Да, сегодня домой едут. Против Карлина чего есть там? За бостол. За бостол, понятно. Понятно, пора уже. Еще при сольной празднике. Хорошие все правители. Сестры, братья, возьмите кабачечек вкусные. Сестры, кому, у кого сахар повышенный, берите створки полсолевые. Возьмешь? Сестры, не палочек. Кто кабачек дает? Он хотел с ним. Кабачек. Он дает, и нахотел, и пощел, и еще раз не дали ему читать. Игорь довезет. Ну и ты даже пять ел. Садись, брат. Это Патти Кабачек. Садись. Успокойтесь, все спокойно. Все спокойно. Ну, что, прощайте. Двое стабильное. Пока у Николаевича нет оборящих. Но главного осведомителя оборящих нет. Сама захворала Татьяна Кузьминична. Сама молитесь, у нее там ячмень на глазу, и температура вводит. Немощь, да. Простуда. Смолитесь, чтобы Господь помог ей. Что это такое? На празднике была говоримочка. После праздника, наверное, еще не отремалось. Еще кто у нас оборящий? А Насте. А Насте. Так позовите Евгеновку. Насте, значит, хочу сказать, что она прошла второй курс химиотерапии, и после второго курса химиотерапии очень плохо. То есть она второй курс принесла гораздо хуже, чем в первой курсе. Но понятное дело, там еще зависит от того, какого производителя этот препарат вводится в организм. Качество его, сколько побочных эффектов. Ну, слабость очень сильная. Хоть похудела, что кольцо даже с руки спадывает. Там немощь такая, не может ничего. Лежит. Это знак. Типа поносы, и тошнота, рвота. Ну, в общем, тяжело перенесла все. Ну, сейчас вроде как немножечко восстановилось все это, но все равно еще слабость большая. Сегодня поедем с ребятами, заедем в аптеку, еще дополнительное лекарство, сколько им есть, для поддержания иммунитета, ну, и для восстановления мемоглобина, там, железосодержащих препаратов вводить. Тоже обладает побочными эффектами, для того, что помоющих бесплатили. Вам помог ей справиться с этой нагрузкой на организм. Михаил Петрович, вчера госпитализировал я наркологическое отделение. Значит, к нему свидания не разрешаются. Передачи только можно передавать. Это наркологическое отделение. Он наркологического диспансера, на поворот новосоликатный, там, за пиццаразом сразу, первая остановка. Он на пиццараз. Он еще не выходил. Так что, помойте, чтобы Господь... Как вы знаете, иногда в руках врача бывает успех, чтобы этот успех был в руках врача, в том числе по нашим молитвам и его молитвам, но его желание. Его желание было, без желания никто бы его не госпитализировал. Поэтому он сам изъявил желание. Вот, и у него были разные причины, что он госпитализирует уже две недели, тянется. Надо было ему на прием к хирургу, потом врачебная комиссия должна была быть, то пенсии не было, денег у него не было. Ну, сейчас, вчера уже все срослось, и мы не будем. Я его госпитализирую. Куда далеко ехать, времени очень много теряется. Надолго? Недели две. Две недели, но, может быть, дней десять. Там строгий режим. Даже не разрешается там с собой приносить нож, вилку, только тупые предметы. Определенное количество чая, определенные продукты, которые можно печь. Я потом скажу вам, что можно и как доехать туда. Ехать куда удобнее на двадцатом автобусе. Так и есть. Спартака, и туда дошли как-нибудь. Ну, есть и нельзя, что? Куда его кота делись? А вот его, кто? Дома спасся. Что? Уел кон был. Кота он передал, брат там будет у него. Ключи у него все изъяли, телефон изъяли. Деньги нельзя, в общем, все вот только как в лагере. Ну, уже понятно. Кто локодировать будет или кто стоит? Это санаторий. Его там трясет, он там не может трясать даже. И абстинент на седром, так называемый. Беса вошли в человека. Ну, вот, одним словом, молись, чтобы Господь избавил его объятию этого дедового змея. Еще о болящих. Кто у нас болящий? Более опять нету. Соклакова, но она была в прошлый раз. Да, Александр Михайлович. Любовь Петровна стала себя хуже чувствовать. Что-то у нее с рукой случилось. И неонила Алексеевна тоже заболела. Так, что там с нашими американскими братьями все остальное? Есть связь? Все нормально. Прошла там эта Ирма? Прошла. А, Ирма прошла, все в порядке. То есть, нескольких осталось? Она, вот Наташа, о ком просила молиться, это ее родственники. Валерина, сестра родная, ее супруг Николай и Софья. И вот где они живут, там намечалось, что эта Ирма вообще все смесет с лица земли. Но молились, говорит, мы прям выходили. Они живут на берегу океана. Выходили, молились, видели прям, как она идет. Но как она дошла, говорит, как рукой сняла. Просто прошла сильным дождем. И все. Ничего больше. Аллилуйя. Что, Василий, благодарить? Там же ведь даже намечалось, что не только Ирма, там еще два соседа должны были идти. Все нормально. Помолишь нам правило. Кажется, слава Богу. А Бог? Да. И Господь. В следующий раз, пускай всю общину наше вызывает на берег этого океана, мы выйдем и все будем там молиться. Я буду очень сильно молиться на колени. Спасибо Вас, Христос. Да, там тоже молились все еще. Около пальмы. А Господь, 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 осталась свободной. На песочке, на песочке. А потом останусь там во всем, да. Потому что на чугасе и молиться нечего делать. Там постоянно ураган за ураганом. Так, ну и что? Еще у кого какие просьбы о болящих? Да, это брюки. Она белый песок. Зои нет давно, Шубина. Ну, она, наверное, там, в своей бобровке. Еще кого нету? Маргариты нету. В прошлый раз она была? По-моему, тоже нету. Что с Маргаритой? Маргарита, как дела? Кто имел из песни? Была. Была, она только раз. Не знаете, что сейчас? Нет, не знаю. Мне очень тяжело добираться с палочками. Кто-нибудь возил бы. Я говорил, давайте я за вами буду заезжать. Она на даче. Не надо, не надо. А, на даче. Нормально ей добираться, она на даче живет. Чего? Вот двадцатка, прямо к вытянет. Не нареку. Сейчас уж какая дача. Да нет, ей далеко. Ей там нормально. Далеко, нормально там. Все. Все. Ладно, много. Каждый за себя. Вот знаете, когда... Вот когда придет, спросит. Оказываешься на больничной койке, и тогда все встает на свои места. Тогда и ревность появляется, и все там. Да. И молитва появляется более такая... Живля, живая. Живля, живая, да. Когда Господь неможенько так призмет, и начинается все. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Я хочу поблагодарить всех за болезнь, как бы так, это не отступает. Но я думаю, что это мне во благо. Благодарю всех. Спасибо Христосу. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Аллилуйя. 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 Другая подобная состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любовь всем людям Так как две причины ведут к погибели Злые учения и растленная жизнь То, чтобы нам не впасть в нечестивое учение, должно любить Бога всею душою А чтобы предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди А исполняющие заповеди любят Бога Так что эти заповеди взаимно связываются Одна другую поддерживаются и обнимают собой все прочие заповеди Кто любя Бога и ближнего, станет красть или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать Матфея 22, 41, 46 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давидов Как же Давид по вдохновению называет его Господом? Когда говорит, сказал Господь Господу моему Сиди одесной меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова И с того дня никто уже не смел спрашивать его толкование По элику они почитали Христа простым человеком То он опровергает их мнение И из пророчества Давидова раскрывает ту истину Что он есть вместе и Господь И таким образом проповедует свое божество Фарисеи сказали, что Христос есть сын Давидов То есть простой человек, а не Бог Как же, говорит он, Давид называет его Господом? И называет так не сам по себе, а Духом То есть получив откровение по благодати Святого Духа Говоря это, Господь не отвергает, что он есть сын Давидов Но только показывает, что он не простой человек Проишедший от одного семени Давидова Но вместе и Бог по человеколюбию Соделавшийся человеком Аминь Спасибо, Христос У кого есть? Слово Все? Высказались? Я могу сказать Если желание Есть послушка Сегодня Сегодня Читали мы Апостольское чтение И там Господь Апостол говорит Чтобы преизбыточествующая сила Господня Была приписана не нам, а Господу Вот Человек Такое создание, что он всегда любит утрировать И утрирует в свою сторону всегда И особенно человек любит превозноситься Это мы видим во всем сейчас Вот Господь так сделал все в церкви Поставил, чтобы не было этого превозношения То есть человек, чтобы не мнило себя больше, чем он есть на самом деле Вот есть священник выше других людей А он не выше других людей Им написано, что он старший брат И говорит Если вы хотите быть первыми То станьте последними А если хочешь быть господином То стань рабом Вот у Господа все до такой степени Логично, чтобы спасти душу свою Чтобы показать именно смирение И вот чтобы показать это смирение Человек должен избавиться от своего я Сокрушить его в себе И идти за Христом А вот почему человек не хочет идти за Христом Ведь Христос не просто Рабом стал Зрак раба принял И вот Его там заушали Он отвечал просто кротко Или вообще молчал Когда его распинатели Распинали Он говорил такие кроткие слова А он же еще царь Господь А что мы царями не хотим стать Ну ладно Ты не хочешь рабом быть там Не хочешь, чтобы тебя заушали А царем-то что не хочешь стать Мы же должны все чувствования Христа принять И царями Вы цари все И священники вы все А для кого? Для мира для этого мы цари и священники Ну священник он всегда Будет Говорить о духовном А царь будет С таким достоинством себя вести Что все Превозможит Получается Ну не будет же царь там В коленях ползать Как только царь в коленях ползает Значит какой он царь Правильно? Поэтому А еще Ведь Христос Он и спаситель наш И спаситель не простой А спаситель на кресте Вот это вот нужно принять Нам И тогда Преизбудь Веществующая сила Ведь Для чего Недавно Ко мне заглянул Свидетель Иеговы Заглянул такой Я дверь открыл Вижу Мужик стоит усатый Как кот Базилио Я говорю Чего вам надо-то? Он говорит А я вот хотел вам сказать Семь причин Чтобы вам любить Исследовать Библию И протягивает Айфон Мне Айфон Я думал Библию протягивает Черненькое Смотрю айфон Думаю Совершенно новые Стали свидетели Иеговы Ну Я говорю Еще семьдесят Есть причин Семьдесят Ваши семьи Еще семьдесят Чтобы нам любить Библию Ну как бы Намекает Что семьдесят семь Книг в Библии Ну они же не поймут ничего Ну сразу понятно Что вот я думал Свидетели Иеговы Как-то ушли Почили в базе Нет ничего подобного Вот ходят они И распространяют свое Это невероятно Лживое учение Вот Ну Однако Тянет же вот людей Говорить о духовном Это же все равно Духовное Библия же духовная Ну они неправильно там Посылы делают Многие Ну почему Человека не тянет На духовное Почему не тянет нас О преизбытке Любви Божией Говорить С умилением То есть уничижая себя Своё я Церковь сейчас Мы видим Она Не смогла Людям Дать Те познания Которые привели бы Ко спасению Массового спасения Людей Мы не наблюдаем Сейчас И Все больше Если немножко Даже мы Начнем В соцсети Вот заглядывать Или в интернет Или по телевидению Посмотреть новости Новости какие-то Все больше Тревожные Тревожные Все Больше Каких-то Воин Всякие Землетрясения Катаклизмы Сейчас видите Погода Уже Несколько лет Погода У нас практически В Сибири меняется Стало теплее Но лета Как такового нету То есть Постоянно Какой-то ровный Такой Дождливый Дождливо Редко сменяющийся Солнечный климат Начали говорить О климатическом Оружии То есть То что Мы не понимали Допустим Апостол Не мог понять Когда он встал На берегу Ему показывали Там зверей И так далее Он многое не понимал Потом показывают Какого-то скорпиона Который с хвоста Что-то там Выпускает Какие-то Огонь Который поражает Людей Дым какой-то Там у него идет Голова там В виде льва Сам как человек Что это такое На что похоже Сейчас смотрим Похоже это на Современное вооружение Очень сильно Значит Современное вооружение Повлияет на наше На наше с вами Дальнейшее существование И всех людей А почему? Потому что человек Не хочет Признать Что Господь Дает ему силу Жить Вот такие изобретения Изобретать Вот я об интернете Думал Сейчас вот Там в тайге Работаю Там все в наушниках Как один Вот у всех наушники Айподы Айпады Все телефоны Вот эти там Интернеты В этой тайге Они открывают Там фильмы смотрят Что-то там Смеются Там эту музыку Свою безбожную Качают Там все Постоянно думаю Господи Как ты все это Для людей Сделал-то Чтобы человек Даже в этой тайге Я раньше думал В тайге Там вообще Можно со скуки Умереть Ничего подобного Господь так сделал Что человек Не скучает У него там Как говорится Все есть Зрелища эти Полна Полна душа его Но человек Не обращается К преизбыточной Стоящей силе Божией К слову Божьему Никакого обращения Взял с собой Туда Евангелие Два Евангелия Подарил Людям Попытался Думал Что-то Ну как повлиять На их жизнь Словом Божьим Ничего подобного Другие Кто-то смеется Кто-то Называет Не в себе Ты говоришь А это Горным мастером Работает Там один водитель И там машины Постоянно ходят То есть Золотоносную породу Возим к прибору Далеко Там возить Несколько километров И там машина Постоянно курсирует Хорошие машины Импортные И я там тоже На них езжу Смотрю За дорогой Ну в общем Чтобы Работа шла И чтобы Постоянно Золото мылось И там вот эти Водительская бригада Есть там Их 10 человек Водителей Ну и там Как бы Они от меня зависят Их зарплата Зависит от меня Я там подпись И ставлю Путевка Сколько они часов Отработали И они там За горными мастерами Сильно наблюдают Есть хорошие Горные мастера Есть плохие Но я вот В числе хороших Хороший Ты говоришь Так мужики О тебе ничего плохого Не говорят Так нормально Только единственное Говорит у тебя Вот это Я думаю Что же там у меня такое Скажешь или нет Недостаток Ты говорит С бородой Я говорю А я с бородой Что мне с вами Жить что ли вместе Или что Я не понимаю Борода там Что Ну какой-то ты Какой-то ты Не такой А с одним там Водителем ездил Такой здоровенный Такой у него Мамона Руль все время Он отодвигает До конца Потому что Невозможно Залезть Огромный Пузо Как у священников Хотя Сам этих священников Всех за эти пузо Я так Говорит Ладно Я пострадавший Я в спецназе Там В Чечне Говорит Ну и там Что-то нам Короче Сбил себе Иммунитет Все это Понятно Теперь вот А эти-то Говорит Попы Че они В церкви Там сидят Говорит Ничего не делают Стоят Вот такие Вот они Толстые Почему Вот это все В общем Говорит Я верующий Я верующий Мы с ним поездили Немножко начал Кое-что рассказал Немного совсем На следующий раз Уже Когда приехал Второй раз Я опять Залажу к нему Уже в машину Едем Он О боге Что-то начали Он Ну я тебе В тот раз Сказал Что я верующий Ты же помнишь Я говорю Ну да помню Но я как бы верующий Для себя Я не такой верующий Как ты То есть Люди Вот узнают И они верующие Верующие Им однозначно Не нравятся И поэтому Больше приходится Молчать И от этого Ты как в плену Там находишься В каком-то Поговорить невозможно А то о чем Они говорят Как говорит апостол Павел Лучше Говорит Того и не знать Говорит Какие вы были раньше Помните Послание к римлянам Первая глава Чума Кошмар Ну самое лучшее Конечно Это говорить О зарплате Все Все остальное Уже Это только Сплошные матершины Идет у людей Люди Только Надеются Только на себя Как можно Надеяться На себя Вопрос Задашь Прямо Аж кипят От злобы На кого Еще надеяться Ни на кого Надежды нету То есть Господь По преизбытку Любви Дал преизбыточе Стоющую свою силу Для того Чтоб человек Развивался Человек Этого не хочет Что нужно Для этого Конечно Нужно Благовествовать Я к этому И хотел сказать Потому что Вот у нас Благовестие Начинается Тогда Когда Господь Какую-то Свою силу Преизбыточе Чувствующего Показывает Допустим Вот с Урала Раз приехала Преизбыточе Чувствующая Мощная сила У нас Володя Полтора метра Да Полтора Чуть повыше Полтора метра Но однако Сразу начались И благовестия И начали Благовестовать Пошли братья Сестры Немножко Потом это все Опять закрылось Теперь Прислал Господь Нам С этой Бедной Украины Это Преизбыточе Силу Это побольше Белого глаза Опять начали Опять началось Благовестие Потихоньку Все это Вот я в тайгу Уехал Сергей уехал Все благовестия Опять нету Опять мертвая зона Опять нету То есть Сила то есть Как бы И в нас тоже Она есть внутри Мы понимаем это Почему мы не можем Взять то ее На вооружение А Господь говорит Вы Сначала покажите Своё желание А потом увидите Что я вам дам Преизбыток этот Какой Будет Но он говорит Это о десяти Но однако Раз он говорит О десяти Не значит И о другом Чем-то говорит Вот у нас Сестры На здоровье Жалуются И так далее Ну да Здоровье Это очень важно Но надо же Господу В своё время И показывать Что ты Желаешь Заповеди Его исполнить Вы Прежде чем Теперь Жаловаться Вспомните Сколько вы Благовествовали Сколько людей Через вас Обратилось Сколько раз Вы готовили Скоромную пищу Своим родным Близким И Совесть вас Обличала А вы готовили Всё равно А что Ну что сделаешь Они же вот рядом Они же вот На меня там Ну со мной Будут плохо жить А Господь Говорил Вам при этом А ведь если ты Не будешь Эту скоромную пищу Готовить Этим близким Своим То Это ты Исполнишь Заповедь мою Они же Начнут о чём-то Думать Но Нам Никак нельзя Или допустим Как воспитание детей Воспитывать детей В строгости Надо В лагерь Православный Отправлять Здесь Чтобы на занятиях Дети участвовали Чтобы ходить В субботу В церковь А мы всё время Ну Господи Другие то не ходят Чё мы Лучше их что ли Ладно Не походим Ладно Там Не так Повоспитываем Немножко Потом то Оно всё Будет лучше Главное мне Чтобы не ссориться Ни с кем А Господь Даёт этих сил Можно было бы И поссориться Немножко Как этот Свидетель Иегов Мне говорит Я что-то Не понял Вы что со мной Спорите Я тут Спорить с вами Не собираюсь Я говорю Нет Подожди Ты не собираешься Ты не собираешься Я то собираюсь А почему Я говорю Ну вы людей же В заблуждение Воите Как Христос Человек Как этот Он человек С чего вы взяли Что он человек Христос Это Бог Это Троица Это где написано В Библии Что Троица Я говорю Как А теперь Трое свидетельств На небе Отец Слово И Дух Святой Он так Ну-ка покажи мне Где место Писания Я ему сказал Где место Писания Раз открыл Видишь Тут Нет Это не написано А я сказал ему 1 Иоанна 5 глава 20 стих И что-то неправильно Сказал Сейчас на скидку Кто вспомнит 20 стих Это точно Но видать Не 1 Иоанна Или 1 Иоанна Но другой В общем я Запутан А там 1 Иоанна 1 Иоанна Открой 5 глава 20 стих А там Там написано Еще даже лучше Господь Просто меня направил И он мне читает А там написано Христос истинный Бог наш Аминен Кончается Он такой прочитал И потом на меня посмотрел И вот Его как ветром Сдуло 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 Это там же Ну как написано Ибо 3 свидетельствуют на Неме Отец Слово И Святой Дух И сии 3 суть И сии 3 едины А двадцатый стих Прочитай Вот этот перевод Я не знаю Какой Сразу скажу Двадцатый Пожалуйста Двадцатый Это синодальный перевод Двадцатый Переведи Разные Двадцатый Я-то запомнил Именно что Он истинный Бог наш И это Знаем так Также что Сын Божий Пришел И дал нам Разумение Что Чтобы мы познали Бога Истинного И мы в истинном Сыне Его Иисусе Христе Все есть истины Бог и жизнь И он как-то Это прочитал Мне И о троице А мы же еще Об Иисусе Христе Говорили там И он когда прочитал Это Ну троица Как бы на второй план Уже опустилась А тут Истинный Истинный Бог Мы познали это И он такой Прочитал На меня Посмотрел И шусь Что-то куда-то Прям моментально Сдуло Честно признаюсь Так рванул Я дверь-то приоткрыл А я дверь Вот такую щелочку Оставил С ним бесит А дверь приоткрыл Вижу там еще Женщина стоит Я думаю А вот в чем дело То есть он Заговорился уже И взял синодальный Я говорю А он Раз этот свой Открыл Сейчас проверим И открыл свой Этот самый И начал там Ну выбирать Я говорю Только синодальный Только синодальный Не ваш новый перевод Он такой Раз Ладно синодальный Я говорю Че Мужик Это Верующих редко встречаешь Православных Да Которые слово Божие знают Он такой Замялся Вижу Не по себе Я говорю Вы Бросьте Людям мозги Так Компосировать Ну так Мягко Сказал Они такие вопросы Задают А что было бы Если бы Бог Если бы Адам Не согрешил А что было бы Если бы Бог по другому Сотворил Чего-то человека Я говорю Вы что такие вопросы Задаете Вы же верующие люди Абы Да кабы Да Вообще Непонятно Они уже не знают Как заинтересовать человека Я говорю Все вы меня уже Заинтересовали Мы сейчас начинаем С вами разговор Но вот недолго вышло Но Господь Столько дает При избытке Своей силы Что упало Еще на этих Свидетелей Так называемых Как бы От имени Иеговы И баптистов досталось И тем И другим И пятым И десятым Дух святой Дышит там А в православии У нас Вот И особенно Конечно Меня больше всего Заботит наша община Потому что Вот ради нашей общины Я наверное Нахожусь даже В этой стране Потому что Мне до такой степени Россия не импонирует Я столько много знаю О них плохого Как бы Из-за угла Ну так Дал мне эти Исторические Историческую Любовь к истории Но история У нас Не очень хорошая Лучшая страна У меня Лучшая страна Самая лучшая Если Путина слушать Шесть часов То можно Даже почистать Все что есть У Путина С себе взять Как у Христа Будешь Такой же Хотя Это не самый Плохой правитель Мы знаем С вами Молиться все равно Надо за начальствующих Он никак конечно не царь Но начальствующий Я так считаю Все таки Да Все равно Молиться надо Господь дает нам этих сил Ну кто вспомнит Молитесь Александра Ивановна ушла Как раз я был там В тайге Хочу сказать Ну как бы Такое облегчение Конечно Настало Вот у нас Столько много Сестер Которые сейчас Оказываются Вне нашей общины Александра Ивановна Столько долго Столько долго И не было Я не успел К ней приехать И я считаю Какая-то вина моя Такая здесь Страшная И другие сейчас Сестры есть Которые надо бы Нам Наверное Составить Братьям Ездить Посещение Братьям Не только сестры Сестры посещают Как бы братья Чтобы тоже посещали Хотя бы Хотя бы Через брат Конечно Слава Христу Я просто хотел Один аспект Поднять Задать вам вопросы И поднять Вот эту вот тему Вот скажите Когда мы говорим О православии В общем Касаемся Самого главного веры А вот Последнее время Нас Мы знаем Что будет в конце И последнее время Мы видим Что технически Очень сильно Развивается Все Скажите Когда Придет Антихрист Он будет использовать Технические средства Помимо военных Для Обольщения народа Сейчас мы понимаем Радио Телевидение А вы знаете Что сейчас Вы даже можете найти Такие кадрики Где используются Голографии И такие развлечения Есть В залах Показывают Голографические картинки То есть мы Прекрасно понимаем Что Это будет использовано Массово И не просто так Мы даже не знаем На каком уровне У них уже подготовлено Это К чему я все это веду Церковь Которая Кафолическая Вселенская Которая проповедовалась И начиналась Бурно в Европе Сейчас сдают позиции И мы об этом знаем И вдруг заговорили Об инопланетянах О зеленых человечках И вдруг Некоторые папы Открытым текстом Это уже официальная Иногда Выдается За официальную позицию Что эти инопланетяне Это уже братья во Христе И что это не противоречит Библии Серафим Роуз говорит Об инопланетях Называет их Открытым текстом Бесы Демоны Демоны Да Так я к чему это веду Что Сейчас это как бы Все сокрыто А надо говорить И детям И обучать Что Будут чудеса Такие Кажущиеся Чтобы мы их не воспринимали Все подвергайте сомнению Через Слово Божие Что сказал Христос Ибо многие придут Под именем Моим Не верьте Поэтому И лжепророки будут И так далее И так далее Поэтому должны быть готовы Если будете видеть чудеса Не принимайте Не верьте Потому что будут Такие картинки Будут поражать Поражать Воображение Поражать и потрясать Потому что даже Я технически вроде Грамотный человек Иногда поражаюсь Насколько Технически Сейчас есть Возможности Компьютерные И какая техника Существует Поражаешься Просто думаешь Уникальные способности Господь дал человеку В этом плане Развиваться Использовать Ну на что? На погибеть На обольщение Мы тоже используем Это Тот же интернет Для проповеди И так далее И так далее Поэтому Готовьте детей Подсказывайте Что будут такие картинки Будут поражать И не принимать Все подвергайте сомнению Через Слово Божие Я вот это Хотел сказать Поэтому Они нам что-то готовят И что-то будут показывать Наверняка В конце времен Будут там И уже показывают Спасибо Христос Брат Он это Как бы скромничает У него таланты Просто в этом В этих Радиоэлектроники И так далее И В 99-м году Я захотел Телевизор Начать смотреть Начали смотреть Ну Попросил брата Показать Что там Такой интернет Там Ну Современное телевидение Вот они показывают И вот Видеомагнитофон Я решил взять Взял Спрашиваю Видеомагнитофон Брать Он говорит Да не бери Говорит он сейчас Говорит Деньги потратишь Я говорю А как потрачу А что А что будет Он говорит А сейчас Другое Будет Я говорю Какое другое Не пойму Он говорит Ну Цифровые игры Сейчас Аналоги Какие-то идут Совсем другие Не будет Говорит Вот этой пленки Я ничего понять Не могу Ну Короче Взял этот Магнитофон И через 5 лет Где-то через 5 Вдруг Вот это Помните Знать И тихноч Ночами не спал Я тоже Переписывали вам Магнитофонные кассеты Библию Переписывали Переписывали У меня вот такие Коробки стоят Не поднимешь До сих пор И вдруг Резко Диски Шух И приходят братья Вот с такими Маленькими этими Тоненькие Такие И там уже Диски Диски начались И я Брату говорю Брат Так это что Он говорит Это еще не конец Еще что-то будет Я захотел Взять Магнитофон Помнишь ты Я взял Магнитофон Это МП3 Там тогда было МП3 Думаю Ну сколько там будет А там мало По времени записей Он говорит Так стоп Продавай Этот магнитофон Потеряю Я потеряю Продаю этот магнитофон Даже меньше Там Меньшую сумму Я говорю А что Я уже верю Ему на слово Он говорит Сейчас